I have ways of blowing things off Что я там собирался прокачивать? Я не знаю, что улучшается здесь Ну ладно В общем, поехали дальше, там уже походу разберемся Я тут понимаю, что нам еще нужно будет пройти Четыре места Здесь Осколок, да, поехали Так я и не проходил никакие испытания пока что Посмотрим, как нам это отразится Знаешь, как Цейландия стала богатейшим городом мира? Два слова Станция Лемейн Сейчас посмотрим Если дебри можно было приручить, то только в те времена Сразу же напихали так Надо не забывать про шифт А сейчас некогда величайшая застава вне города превратилась в цирк уродцев Ого Ему надо в глаз гулять, я понял, хорошо Когда-то армейские спускачи ограждали это место от угроз А это вот эти парни А это вот эти парни? Холец может продолжить их славное дело Я что-то Бах Прямо как в дни моей службы С таким оружием и дебри не страшны А-а-а Да я не хочу эту пушку Я понял, что она наносит чудовищный урон Мне столько не надо Я бы потихонечку по полтосу наклацал Да, станция Лемейн видала деньки и получше Но еще держится Да вы че, я пока прицелюсь, а ну Да ну нет, отстойное оружие не хочу Не надо мне такое Где бы поменять? Ёлки-палки Ладно, пойдем Отойди нафиг Каждый раз, когда дают новую пушку Извиняюсь Каждый раз, когда дают новую пушку, то Ее вручают сразу На, хочешь не хочешь Играй с этим Земля дрожит под ногами А тут скорее не хочешь Лемейнская железная дорога Не просто сохранилась Еще и работает Конечно, она больше не перевозит шкуры, сплавы и пряности Но еще может подкинуть мальца До тех пор, пока ему в пути не встретятся неприятности Уйди! А уйди, говорю! Блин, эта пушка бесполезная Железная дорога заросла тем, что катастрофа переживала и выпрямла Создания стремятся отвоевать свои земли Я пока целюсь Меня тут как хотят Стреляют Вы че, ребят? Ну это бесполезная штука Малец не позволил ускользнуть ни одному из них Я ж не могу заряжать, пока оно... А что тут? А что там? Безмозглые ведут себя так, будто они тут хозяева Нет! Не встань! Не знаю, меня прям выбила эта пушка из равновесия Я не хочу с ней играть Надо будет ее поменять приближайшим Или очень сильно сократить время перезарядки, или... Трудно плясать на железной дороге, когда стеноцветы повсюду кашляют спорами И есть лишь один способ вылечить такой кашель Так, сюда мне надо или нет? Видимо, надо... А сюда тогда что? Я понимаю, что эта пушка ваншотает, но она мне очень сильно не нравится За счет того, что она медленная и... Ну, я не знаю пока как с этим играть Ладно, хорош, ну-ка поехали дальше При возможности просто поменяем И поменяем Бутылка улетела, ха-ха, как вытварит Да ну ладно тебе, ну... Что-то за игра на утверждение такая, ладно... Поехали дальше... Сюда... Раньше сюда было не попасть, а теперь все раскрылось, как гнилой винанас Как гнилый винанас Они заняты, прикольно конечно Это очень сильно разрушает темп В прошлом эта железная дорога победала еще и не такие сражения Так, да, низкую винтовку пока что нафиг убираем Берем мушкетон, мне его вполне хватит У него хороший рейндж сейчас Лет 50 назад все началось в ура-цейлонской войне Не видите никаких проблем Да, несколько выстрелов приходится делать Именно здесь далекие предки Зулфа решили развязать войну Подходишь, гасишь его из шутганчика и все Нормально? Так гораздо лучше Кстати, с музыкой было поприкольнее наверное Неужели я столько времени тут... Пау-ди 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 Хорошо Дышка еще в том, что меня отталкивает Но это ладно, такое мелочь уже Да ну хорош! Да ну это бесит просто! Да! Хилочку мне от... Ну, ну вы нормальный блин? Встань! Видимо ура сильно пугались, когда над их туннелями проносились поезда Так, ладно, хоть одну забрали Теперь, когда амолец забрал осколок, дорога долго не протянет Но на еще одну долгую поездку ее точно хватит Сгнившие шпалы превратили железную дорогу в царство болотников Ох, красиво! Случалось прыгать из стороны в сторону, задержав ганя Задыхаясь спорами болотника Когда колевуны пытаются выглянуть тебе глаза Ну, позволь сказать, веселого тут мало Лечимся О, что-то изысканное я получил Да уйди от меня! Скорее Но, наконец-то, дорога закончилась Мальцу не один день вытряхивать споры болотника из сапог Лопни Фух, у меня нет хилок Это не очень хорошо Оказывается, малец на путях далеко не один Его ждали Молодец, чувак И заметь, не очередной стеноцвет или игольник Блин, только не босс, ребят, у меня нет хилки Пожалуйста, не босс Оказалось, он ошибался Это тебе, произнес мужчина Затем бам Что, по голове прилетело? Видимо, да Когда малец пришел в себя, человека уже не было Но кое-что осталось Малец смог разобрать на конверте всего два слова Для Зии Понял Оружием Ну, что же мальцу делать? Он получил осколок Получил по зубам И получил письмо 3П Нормально Все устраивает В той записке все четко и по сути, не правда ли? Так, запечатанное письмо Адресованный Зи, похоже, написано Зуфом Видимо, нашедшим еще одного выжившего Ура Передал сообщение Может, Зуф достаточно обучил Зи их языку, чтобы она смогла что-то прочесть Ну, пойдемте посмотрим Мы нашли еще что-то мягкое Или что-то противное Керамический горшок Что-то обычно, когда у нас процветание Найти изысканные ингредиенты в наши дни непросто Но мы рады и тому, что есть Согласен Так, что ты скажешь про письмо? В записке говорилось прямо Зия, иди на восток Узнай правду о катастрофе и нашем народе Я жду С уважением, Зуф С уважением Ладно, давайте осколок положим Прокачаем еще что-нибудь Еще не поздно раскрыть потенциал этого места Что мы можем... Ну, давайте я эту сторону уже доделаю Фундамент винокурни Отличный повод, чтобы открыть частный запас винокурни Мы получаем еще один слот Супер Это новые? Уменьшает уровень падений Ааа, неплохо, кстати Плюс два черных тоника Вот запросто так Позволяет пережить смертельную атаку Я хочу вот это Давайте У вина жизни такой богатый вкус Что ради глотка не грех вернуться из того света Ну что, что ты нам скажешь, запечатай письмо Посланник Зулфа был одним из его народа Интересно, сколько их выжило И что именно, сказал им Зулфа Угу Так, позднее у нас попало что-то изысканное Для армейской винтовки И для некого оружия у нас есть два материала Что-то вонючее, что-то горелое Интересно, что это будет Посмотрим У нас по деньгам Так Для армейской винтовки мы можем Пули отбрасывать цели Не очень интересно 30% скорость передвижения во время прицеливания Я бы сказал бы Отбрасывать мне, наверное, не надо Я бы вот это взял Теперь каждый выстрел может принести победу На армейскую винтовку все равно покажет не буду Она мне не нравится Ну, на тот момент, как она сейчас выглядит Так, оружение Мы пойдем с ржавым ушкетоном Мы его, к тому же, неплохо прокачали С этим все нормально Ну, тут у нас ничего на них и не появилось Так мы сразу дальше, тогда что ли Искать осколки становится все труднее У нас получается в среднем два приключения за серию Тут обнаружен осколок Тут испытание Ну, как обычно Поехали на осколок Посмотрим, по крайней мере, что там Мне бы еще, может, кетон как-то улучшить И все разнесло во время катастрофы Колфордский котел рванул гораздо раньше Не то, чтобы что-то уцелело, а наоборот Что-то разрушилось Котел вскипел около 300 лет назад Понял Говорят, небеса при этом заполнились пеплом, а озера лавой Бам Если хочешь выжить в таких условиях Стоит научиться адаптироваться Ай, больно Больно Ай-яй-яй-яй, горячее Успокойся Я хочу эту штуку убить Ну, блин Да, вот Видите, дальние цены Цель из мушкетона Они довольно сложные Куда я? Все они тоже выжившие Да встань же ж ты Лег прямо на лужу Нормально лежит такой Так, до этих ребят я сейчас достать не могу В том виде, в каком есть А, больно Да хорош Прыгай, пожалуйста До свидания До свидания Э, куда ты свой пердеж распустил-то? Убил еще 300 лет назад, а оно тут... все до свидания если живешь в таком месте краба в этом мире этим можно гордиться что же до нас мы многому научились в городском котле не нравится это большое количество лесу большое количество вот этих штук тоже не нравится я сначала все расчищу вокруг ну что мне кажется сработает скрипт как только я возьму я понимаю что нет спасибо игра ну что эти штуки они меня полят если я начну по ним шарапаться убегая например от кого-то то мне будет не очень приятно я могу огненные мехи разы не меха раздуваем меха меха я взял это вместо рукопашного оружия а перезарядка так я наверно и фигнюсь погодите а мне в эту сторону или в ту сторону она мне надо но наверное надо там экспу дают за это если че нет да ну хорош встань 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 зачем ты в лужу то приземляешься ну как же бесит у меня не осталось кстати банок и конечно мы раскрыли там немало секрет глупость такая не дают огнемец чтобы бороться с этими штуками не с этими штуками другие вещи о которых лучше бы не знали а она неплохо справляется хорошо буду знать дайте хилку неумолимый запах сиренистой грязи так хорош но не падай ты вниз что с что с тобой не так молодец да настолько горячий что прилипает к легким пилка наконец-то кстати ну не знаю если будет чем прокачать огнемет он вполне может стать удобоваримой штукой потому что он наносит хороший урон посмотрим как все будет работать матч это мне нравится тем что ты можешь надамажить кого-то блин больно успокойся гляньте он неплохой урон наносит множество ужасных существ путалось под ногами шифт это и лог поджарить ну вот и есть их я бы не стал хорош я теперь понимаю что мне что меня бьет дали огнемет чтобы я те колючки им разобрал не ожидал что в этой зале мы найдем столько нужно просто аккуратненько резервякты под немножко жизни вернуть себя по мере сметания пепла жизни находилось все больше он и счет их даже в закрытом состоянии а это прикольно с их приходом место стало неуютнее да ну а как же бесит что лог и защита на одну кнопку сделан но это нас не остановило нужно было клюшка распали я постоянно забываю пользоваться клюшкой не знаю почему в сложных моментах я пытаюсь сосредоточиться на что-то зазубренное мы продолжали копаться в секретах котла невзирая ни на что оружие на я наверное не буду пока что меха менять они мне нравятся ну ну из тех двух оружий которые мне дали сегодня это мне нравится гораздо больше нужно о за это все тоже дает экспу ну почти за все нужно просто не усердствовать не забывать по перезарядку мы тут получаем довольно неплохо экспы айтенболе в итоге когда мы заглянули внутрь колфорд ского котла смотрите даже на закрытые цветы работа смотрели вниз через дым и пламя игра сейчас как в dark souls и через щит и просто пытаясь пройти хорош смотри сколько тут у меня дам сердце мира теперь это сердце катастрофа выкинула наружу это все может очнуться сейчас в любую секунду они ведь очнутся сейчас мы выживали его да смотрите что же до мальца ему просто нужно забрать осколок жаль что это разбудило всех самородоглазов отсюда и до трясины джоса нормально лишний экспо лишних не будет балец подумал что на обратном пути котла не избежать почему-то вроде нормально мы еще икс по подзаработаем к счастью котел приготовил ему маленький срез конечно это не самый удобный путь уйди уйди я думал бутылочка улетит я подкились мне как бы пофиг а это все стой куб огромнейший смородоглаз уже поджидал его на другой стороне прихлопнул его как мелкую букашку да неплохо ты будешь вставать нет ну как хотите ребят встретил одного смородоглаза жди толпы таких же хорошо что это позащищал себя делегателем котла собрались чтобы тепло проститься с мальцом но малец и слезы не пролил по ним на хорош меня бить так лечимся не жалеем не жалеем ребят не жалея никого не жалеем ну куда ты не ж не туда перек встань 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 ты долго встаешь дружище ничего нас нового не получится сдохни уже дать еще одну бутылочку кровь не хорошей позорной трубой можно увидеть котел из города но огонь погас тут уже ничего не осталось вернувшись он был похож на труба чисто 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 ладно ребятушки все равно загружает сюда с этого момента поэтому давайте на этом моменте остановимся в следующий раз как раз уже падаем все материалы лучше все что возможно пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем лучше всем покеда а а